Это юридические и организационные поправки в правила благоустройства и санитарного содержания территории города, а также схемы продажи муниципальной собственности. Отныне все льготы будут выставляться на электронные торги. Это нововведение позволит сделкам стать прозрачными и привлечет больше покупателей. Помимо юридических изменений, необходимых для пополнения казны и муниципального контроля за правилами благоустройства, депутаты отдали свои голоса за предоставление на безвозмездной основе площадей, ряду социально ориентированных организаций. Предусмотрели народные избранники и финансирование исполнения наказов избирателей на год. 150 миллионов рублей депутаты закладывают на решение проблем в отрасли образования, спорта и ряда других социальных сфер. Проголосовали депутаты и за переезд коллектива 84-й школы. У нас началось строительство новой школы, совет кладжи, и поэтому мы, бедколлектив и детей, вынуждены были переселить в школу 79, то есть учебный процесс не нарушается. У нас там будет две смены, сейчас 79-я была в одной смене, но будет две смены. Единственная поправка от депутатов по этому вопросу касалась организации перевозки детей. В школе будут учиться 300 человек, и важно, чтобы количество автобусных рейсов в этом районе увеличилось. Управление образования уже занимается решением этой проблемы. Всего же на сессии было рассмотрено 22 вопроса. Следующее заседание депутатов городского собрания Сочи состоится 26 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова